Вероника Жаворонкина Этого месяца Знаменуется Международным днём бездомных животных Ты, как человек Который имеет к этому непосредственное отношение Расскажи нам, пожалуйста Какие мероприятия у нас в Рязани Пройдут в честь этого дня В честь этого праздника мы организуем Конечно же мероприятие В Центральном парке культуры и отдыха Которое будет проходить на танцплощадке Будет организован праздник С участием музыкальных групп, танцевальных коллективов Также будет организован детский праздник С различными Играми для детей И конечно же будет организована отдельная площадка Где будут проходить конкурсы Среди наших питомцев Минута славы и конкурс костюмов Там конечно же любой может и потрогать И погладить, и познакомиться И может быть даже выбрать себе нового друга Это уже второе такое мероприятие Второй год подряд Да, второй год подряд мы проводим мероприятия В честь этого праздника В принципе проходят они успешно Успешно народу много переходило в том году? В том году, да, для первого мероприятия В принципе, было достаточно много То есть мы даже были приятно удивлены В том году у вас еще прошла, насколько я помню Выставка беспородных собак Да, так же в условиях мероприятия Была организована выставка В этом году у нас уже проходила выставка И ещё одна будет организована беспородных собак, но уже не в рамках мероприятия. Что она даёт, вот подобная выставка? Что она дала? Кто-то пришёл, кто-то выбрал себе нового приятеля? Кто-то выбрал, да. Кто-то просто приобщился к животным, которые раньше были бездомными. То есть люди видят, что такие животные также могут прекрасно начать жить с человеком. То есть они легко обучаемые, дружелюбные и очень хорошо подходят как домашний компаньон. То есть и также показывают это своим детям, которые также могут и пообщаться, и погладить, и позаниматься с этими собаками. Кто-то потом просто приходит к нам на основную передержку и помогает, занимается с нашими животными. И кто-то, допустим, берёт себе на кураторство какое-то определённое животное, а в дальнейшем привязывается к нему и заберёт себе домой. Я вот много раз с представителями лучших друзей, скажем так, общалась. И всегда была одна жалоба – рук не хватает. Вот как на сегодняшний день дела обстоят у вас? Рук всегда, в принципе, много у нас не бывает. То есть всегда есть животные, которым требуется куратор. Поэтому мы всегда рады новым людям, которые могут приходить к нам. Мы всегда рады их познакомить с нашими питомцами, познакомить с нашей деятельностью, как и что у нас происходит. То есть мы только за то, чтобы к нам приходили новые люди. А еды хватает сейчас? В принципе, хватает. Если вдруг какие-то проблемы возникают, то есть мы всегда обращаемся, опять же, к людям. И неравнодушные люди привозят к нам и помогают финансово. Или просто приезжают на передержку, знакомятся с нашими животными и привозят им покушать. Ну, это замечательно. Вы уже много лет работаете и уже, скажем так, наработали свой авторитет. Определённые люди с вами общаются, они вам доверяют, они идут на контакт, уже не боясь доверять вам средства какие-то. То есть вы всегда докажете, отчитаетесь, всё хорошо, и животные сыты целы. Да, мы всегда действуем открыто. То есть любой может приехать и убедиться, что действительно есть передержка. Действительно у нас есть и собаки, и кошки, которым требуется помощь. И, естественно, всегда выкладываем все финансовые отчёты о всех поступлениях. На сегодняшний день у вас на основной передержке сколько животных? В среднем у нас всегда постоянное количество около 60 собак и около 80 кошек. Плюс кошки и собаки также находятся на домашних передержках, то есть также они на нашем попечении. Ну и, соответственно, животных пристраиваем и набираем новых. То есть в среднем наших ресурсов хватает на содержание вот такого количества. Вот в этом году примерно какое количество животных у вас забрали с передержек люди к себе на постоянную основу? Так, ну на данный момент, наверное, где-то около 200 собак, в том числе и щенков. Это если не считать тех, которых мы пристраивали не напрямую с передержек, а прямо с улицы люди забирали. То есть мы их выкладывали где-то там в интернете, в газеты и так далее, и напрямую их люди забирали. Там уже не всегда удаётся отследить. По кошкам, к сожалению, точно не могу сказать. Ну, примерно такое же, наверное, количество. В принципе, кошек обычно получше разбирают. То есть, ну, попроще кому-то с кошкой справиться. Поэтому где-то такое же может быть побольше. Вероник, сейчас вот в Рязани поднялся вопрос, наверное, ещё минувшей зимой. Его подняли по поводу обустройства организации приюта для бездомных животных и для того, чтобы, скажем так, наиболее оптимально и гуманно сократить количество бездомных животных на улицах. То есть там костра, мы говорим о кастрации, да? Как сейчас обстоят дела? Можешь прокомментировать? В прошлом году ещё появилась инициативная группа «Новая» в Рязани. Это обычные жители, которые объединились, неравнодушные, которые борются за создание приюта в нашем городе. То есть, в принципе, мы поддерживаем их идею. Мы боремся за то же самое, только ведём немного другую деятельность. Они в прошлом году провели митинг в поддержку своей идеи, далее была создана петиция, в поддержку которой они собрали около 6 тысяч рязанских подписей наших рязанских жителей. И на данный момент, в принципе, всю информацию о деятельности, которую они ведут, можно почерпнуть из их группы. Вся информация в открытых источниках находится. То есть, на данный момент они проводят опрос среди жителей, стоит ли направить обращение в прокуратуру на деятельность муниципальной организации «Лайка». Ну, в принципе, деятельность этой организации для большинства наших жителей не секрет, потому как они её ведут практически на глазах. В открытую, да? В открытую, на глазах у людей, у детей. Поэтому, в принципе, многие наши жители, они и к нам обращаются, то есть, с жалобами на их деятельность, потому как они решают проблему бездомных животных, ну, мягко говоря, негуманным способом. Ну, жестоко, да, жестоко, конечно. И, в принципе, проблема от этого не решается, потому что люди продолжают выбрасывать и домашних животных, и бездомные ряды пополняются, а их способом, я считаю, что просто не решить. Если бы, допустим, был бы приют, был бы поставлен на поток стерилизация, кастрация, я думаю, это было бы намного эффективнее. Угу. Ну, сейчас какие-то подвижки имеют место? То есть, сейчас какие-то отзывы властей городских? Пока что все отзывы у них также опубликованы, пока что, можно сказать, тупик. Поэтому вот они такие радикальные меры стали предпринимать, конкретно на действия, направленные против организации «Лайка». Вот, все действия, которые мы также вели с 2011 года, когда была создана еще рабочая группа на решение данного вопроса, пока тоже, к сожалению, в тупике. Данную инициативную группу мы также поддерживаем, также с их действиями. Как бы мы согласны с тем, что приют в городе нужен, вот, но более подробную информацию, к сожалению, можно, наверное, только у них уточнить. Я вот все, что знаю, только вот из их источников. Ну, насколько я еще знаю, хотелось бы добавить, был организован сбор подписей, петицию подписало около пяти тысяч человек. Это в интернете, еще около тысячи вне интернета, просто открытой подписью. Да, вот такая вот ситуация у нас. Ну, очень, конечно, приятная, хотелось бы и надеемся, что все сложится более положительно, действительно. Так, ну, давай, наверное, пригласим гостей на праздник, чтобы они посмотрели. Может быть, кто-то ищет себе нового лучшего друга. Да, мы всех будем очень рады видеть, и людей любых возрастов, и с детьми, и со своими питомцами могут приходить. Также люди могут приходить со своими питомцами, участвовать в конкурсах. То есть, всех-всех-всех приглашаем на наш праздник. Каждый может узнать о нашей деятельности, расспросить, все уточнить, приехать на нашу передержку. То есть, мы для всех открыты. Мы всегда рады видеть всех на наших мероприятиях. Еще раз напомню, пожалуйста, когда и где пройдет праздник и во сколько. 15 августа в Центральном парке культуры отдыха на танцплощадке с 14.00 до 18.00. Спасибо тебе большое. Очень рада были тебя видеть в нашей студии. Вам спасибо. Удачи вам, ребят. Спасибо. Это была программа «Семь минут». Мы с вами скоро увидимся. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова